Обсудить меры по поддержке занятости населения в стране и снижение напряженности на рынке труда в Чувашию приехали премьер-министр России, профильные министры и губернаторы. Одно из важных заявлений этой встречи правительство страны продолжит помогать регионам, в том числе в реализации программы повышения мобильности трудовых ресурсов. Организации, которые принимают на работу людей, уволенных с других предприятий, будут получать субсидии из федеральной казны. Перед совещанием в Чебоксарах Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставления бюджетных денег российским регионам. Особый акцент делается на переобучение, чтобы люди, которые работают на проблемных предприятиях, получали новую квалификацию и смогли перейти туда, где они востребованы, где для этого есть работа. Такие возможности существуют и появляются. На этом совещании глава республики Михаил Игнатьев рассказывает о ситуации с занятостью в Чувашии. Региону удалось снизить напряженность на рынке труда. Численность безработных за последние годы уменьшилась три раза. По итогам прошлого года 82% граждан, обратившихся в центры занятости, успешно трудоустроены. Если перевести количество людей, это 49 880 человек. Из непрофессионального обучения по востребованным специальностям прошли 2800 граждан. Уровень их трудоустройства составил 99%. В республике реализуется комплекс мер, направленных на содействие занятости инвалидов и их интеграцию в общество. Это квотирование и создание специальных рабочих мест. Рынок труда сейчас заинтересован в специалистах высокого класса. Система подготовки кадров необходимо перестраивать, отмечает президент Российского союза предпринимателей. В перспективе в стране должна появиться целая сеть таких центров по оценке квалификации и переподготовке работников. С соответствующим распоряжением правительства план график развертывания центров независимой оценки квалификации утвержден. Но это пилоты, это те полторы сотни центров по стране, которые лишь будут маяками. А понадобятся, может быть, тысячи таких центров, которые будут сертифицировать специалистов и формировать требования и к профессии, и к компетенциям и так далее. Профстандарты должны войти в кровь и плод системы профессионального образования, и через них работодатель должен формировать свой заказ на специалистов. В Чувашии есть, на мой взгляд, хороший задел для того, чтобы эту систему выстроить. Вообще профессиональное образование, среднее, высшее профессиональное образование должно быть сориентировано на рынок труда. Но для этого как раз нужно согласовать те интересы, которые есть на рынке труда, работодатели, востребованность с подготовкой профессиональных учебных заведений. Необходимо сделать особый акцент на трудоустройство инвалидов, выпускников вузов. В целом мы сейчас считаем, что мы готовы к тому, что еще примерно миллион двести тысяч выпускников вузов в этом году выйдут на рынок труда. Они смогут либо продолжить обучение, либо найдут место работы. В квалифицированных кадрах и федеральных субсидиях сейчас нуждаются предприятия автопрома и заводы по выпуску сельхозтехники. Чтобы избежать массовых увольнений, правительство России оказывало адресную поддержку. При этом мы точечно помогали 18 регионам и тем предприятиям, которые являются в этих регионах ключевыми. То есть тем, где сложились наиболее сложные обстоятельства. В том числе таким, кстати, промышленным гигантам, как АвтоВАЗ, как КАМАЗ, как ГАЗ, как Тверской вагоностроительный завод. Поддержку из федерального бюджета получили и ряд предприятий из Чувашии. Регионам на поддержку труда выделено 3,9 миллиардов рублей. Деньги пошли на опережающее обучение, на организацию временной занятости. Но сложные времена сейчас переживает малый и средний бизнес. Инфляция, падение уровня доходов населения и, соответственно, снижение покупательского спроса на потребительском рынке ухудшает положение субъектов малого и среднего предпринимательства, что в конечном итоге влечет за собой и высвобождение работников. На сегодняшний день в режиме неполной занятости находятся работники 22 организаций республики. Особое беспокойство вызывает ситуация на предприятиях концерна «Тракторные заводы», где, по данным руководства концерна, в режиме неполной занятости находится 80% работников. Правительством Чувашской республики совместно с Федеральным министерством труда принято ряд мер по урегулированию данной ситуации в прошлом году. Далее решение вопроса концерна «Тракторные заводы» без оказания содействия со стороны правительства России не представляется возможным. Ситуацию в концерне «Тракторные заводы» прокомментировал и федеральный министр труда. Наверное, есть проблемы бизнеса, которые должны быть решены по другим каналам, с точки зрения возможности пополнения оборотных средств. Посмотрим, как будет предприятие себя вести с точки зрения поведения хозяев. Если эта перспектива будет видна, мы, безусловно, с точки зрения поддержки квалификации на этом предприятии можем эти программы реализовывать и в этом году. На то, чтобы выполнить все планы по содействию занятости, в республике планируют направить порядка 400 миллионов рублей. Председатель правительства страны отметил, что каждый регион должен внести коррективы в разработанные программы. На их поддержку из федерального бюджета планируют выделить не менее 3 миллиардов рублей. Что же касается Чувашии, уже при личной беседе с главой региона Михаилом Игнатьевым, премьер-министр Медведев подчеркнул, что в республике выбраны правильные приоритеты инвестиций в человека, в молодых людей. Ярким примером такой политики является успешное развитие электротехнического кластера. Продолжение следует...